МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересно узнать, что это за центр и какие основные виды вашей деятельности? На самом деле официально наш центр зарегистрирован не так давно. Это произошло в 2014 году. Основной задачей Центра развития добровольчества является выдача личных книжек волонтера. То есть мы курируем школы с помощью управления образованием, администрации города Рязани, выдаем личные книжки волонтера, которые в дальнейшем способствуют при поступлении, помогают многим. У нас существует несколько направлений деятельности, такие как спортивное волонтерство, экологическое волонтерство. Совершенно недавно у нас стал работать правовой волонтерский отряд. То есть постепенно развиваются различные направления, открываем что-то новое. Если можно, чуть более подробно о правовом отряде. Что это за волонтеры, которые занимаются какой-то правовой деятельностью? Совершенно недавно у нас был открыт этот правовой волонтерский отряд. Уже реализуют достаточно много проектов, такие как «Добрый полицейский». Расскажу как раз-таки, наверное, об одном из них, который успешно реализуется на территории города Рязани. Ребята выезжают по детским садам и проводят такие своеобразные игры для детей, для того, чтобы они более ориентировались в правовой сфере. Как правило, это начинается с правил дорожного движения, такие элементарные какие-то игры. И в дальнейшем подводим итоги, и ребята все, дети, довольны. Елена, давайте, чтобы и нам, и зрителям было понятно, как вообще проходит ваша работа. То есть вот к вам приходит молодой человек или девушка, и говорит, что он хочет стать волонтером. И так, и звонят, и пишут, и спрашивают. Ну, смотрите, у нас работает центральный пункт наш на базе детского учреждения «Сказка». Это как раз-таки недалеко находится на Площади Свободы. И помимо этого у нас в городе открыто 4 пункта. Центр развития добровольчества, они открыты в школах в каждом из районов города. То есть вся эта информация, как правило, у нас есть, она и на сайте, у нас есть группа ВКонтакте. В основном мы работаем через группу ВКонтакте, так как это удобнее для молодежи, доступнее. То есть они просто связываются с оператором пункта, говорят о том, что им нужна личная книжка волонтера. Мы им высылаем весь необходимый пакет документов, то есть заявления, которые они должны заполнить, сайт, на котором они должны пройти регистрацию. После этого они приносят документы во время рабочей дни пункта. Приносят документы с ксерокопией паспорта, с фотографиями. И в течение, грубо говоря, двух недель, ну это бывает иногда раньше, иногда позже, то есть в зависимости от объема работы, получают книжку. Потом довольно счастливые приходят на различные акции, на различные мероприятия, проставляют организаторы этих мероприятий в книжке записи, часы, ставят печать, подпись. И они потом, как бы, могут поступать в ВУЗ, поступая в ВУЗ, предъявить данную волонтерскую книжку. Ну, а не получается так, что ребята приходят главным образом за этой книжкой, а не за самой какой-то волонтерской деятельностью? К огромному сожалению, врать не буду, случается и такое, но то, что, безусловно, радует таких людей единицы. Единицы и, ну, как бы, все-таки большее количество людей, больше молодежи идут за тем, чтобы действительно помочь, действительно принять в чем-то участие. Ну, с учетом того, что наш город, он достаточно масштабен в организации различных мероприятий, акций, и есть, как бы, почвы, на которые развернутся ребятам. То есть, им это все интересно, каждый может найти занятие по душе, направление по душе. Допустим, те, кто любит спорт, они больше идут на спортивные мероприятия. То есть, в академии тенниса у нас часто достаточно соревнования проходят, футбольные матчи, ну, вот, в правовое волонтерство, кому интересно, идут на различные проекты правовой направленности и так далее. А вот когда ребят к вам приходят, они уже примерно представляют, чем они хотели бы заниматься, или вам приходится их каким-то образом ориентировать? Как правило, приходится ориентировать, потому что, приходя в эту сферу, они не понимают вообще, что здесь и как, что есть различные какие-то направления, что можно выбрать себе что-то одно, что можно даже выбрать что-то, чего еще нет, и развивать самому. Как правило, если человек заинтересован, мы ему рассказываем. Если нет, то они идут в школы, если это школьники, работают в волонтерских отрядах в своих школах. То есть, не так масштабно на город, а вот помогают на уровне школы. Ну вот вы говорили о правовом волонтерстве, о спортивном, что еще? Экологическое? Экологическое, да, достаточно востребованное, потому что помощь в этой сфере всегда нужна. В рамках «Весенней недели добра» у нас, есть такой проект «Весенней недели добра», у нас выходят ребята, школьники также, то есть объединяются все волонтерские отряды и выходят убирать правый берег реки Лыбедь, как правило. Вот, поэтому, ну много чего. Звонят, когда просят помочь убрать посадки района, ну без проблем. Ребята набирают, соглашаются. Кстати, есть еще очень интересный проект, это связано с православным волонтерством, расскажу. Директор, у нас есть лагерь, наше поколение, директором этого лагеря является Юрий Пенигин, это наш оператор Центра развития и добровольства, он ответственный секретарь. Вот, и они выезжают и помогают монастырю. А есть какие-то еще подобные направления, которые пока еще не оформились, но существуют какие-то предпосылки того, что они выделятся в отдельные волонтерские отряды? Ну, скорее всего, да, культурно-массовое, наверное, мы будем все-таки развивать более масштабно, потому что оно как таково есть по факту, а так, чтобы конкретно кто-то им занимался, нет. Поэтому, да, культурно-массовое, скорее всего, будем оформлять в определенное направление. А вы в этот центр пришли каким образом? Вы тоже были волонтером? Да, я изначально была волонтером как раз-таки в школе. У нас, я училась в 35-й школе, замечательные преподаватели, и заместитель директора по воспитательной работе, она сначала направляла на различные акции, как бы с нами выезжала. Там я на одном из мероприятий познакомилась с Харитоновой Еленой Евгеньевной, и тогда она была как раз-таки куратором Центра развития и добровольчества. Но его на тот момент еще не существовал юридически зарегистрирован. И Анна Чигарина, вот они вдвоем были создателями этого центра. Команды у них на тот момент как таковой не было. Это был такой небольшой городской форум, где собралась вся молодежь, и, кстати, по итогам вот этого форума было принято решение о создании центра. Вот. И после одной из площадок я подошла к нему, сказала, спросила о том, как можно к вам попасть. Они дали мне свои контакты, после этого мы связались, и как-то вот завязалась работа у нас. Встречались, собирались, думали, какие направления развивать, что лучше взять. Вот. Ну вот вы на собственном опыте можете сказать, чем волонтерство может быть полезно современной молодежи? Я могу сказать однозначно, что это полезно, потому что это большая площадка для самореализации. Потому что, общаясь на этих мероприятиях, развиваешься сам, получаешь колоссальный незаменимый опыт, который, я думаю, что в таком возрасте, в возрасте школьника, ну, нигде больше получить невозможно. Есть у вас какие-то возрастные рамки, кто может к вам прийти? Ну, официально волонтерскую книжку может получить человек с 14 до 35 лет. А так мы, как бы, ограничений никаких не ставим, потому что вообще в волонтерстве существует такое понятие, как волонтеры серебряного возраста. Бывает и такое, что различные бабушки, дедушки желают помочь, принять участие в каких-то мероприятиях. Но не можем же мы им отказать, конечно же, мы их тоже приглашаем. То есть такое тоже бывает, что это точно зрели. Ну, вот, допустим, в Рязанской области это более реже встречается, выезжая на мероприятия в Москву, на какие-то... Вот совершенно недавно я была на Московском культурном форуме в Москве, это достаточно такое масштабное мероприятие было, трехдневное. И пройдя туда, я была ошеломлена, потому что что не волонтер, то волонтер серебряного возраста. На самом деле это очень приятно на это смотреть, то, что люди заинтересованы. Вот это взаимодействие молодежи со старшим поколением, ну, я говорю, это то, что все-таки нужно еще привносить в Рязанскую область. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли, рассказали о своем замечательном центре. Мы желаем вам удачи и побольше волонтеров. Спасибо большое. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Всего вам самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова